В Якутии построят 29 объектов по государственно-частному партнерству. Речь идет об объектах социально-культурного назначения. Строительство пройдет в разных районах республики, превалирующее количество будет в столице. Это школы, детские сады, культурные и спортивные центры и библиотеки. Насколько эффективно привлекать частный бизнес в строительство соцобъектов, постаралась узнать Саргалана Захарова. На прошлой неделе в Якутске началось масштабное строительство социальных объектов. Пять детских садов, четыре школы, три культурных центра, в том числе библиотека, детская школа искусств с концертным залом и дом культурский на концертным залом на 500 мест. Одним из первых начали строительство школы номер 25, старое здание, в котором учились дети, мягко говоря, не соответствовало требованиям. Износ составлял 80%, а пару лет назад в школе произошло обрушение. В декабре 2015 года в целях безопасности детей мы с аварийного здания переехали в укупленное уже по инвестиционной программе в объект. Самое главное сейчас дети учатся в безопасном месте, в светлом, уютном месте, и, конечно, и мы работаем. Уже коллектив школы настроен на более качественные показатели и качественное образование. Конкурс проходил два года назад. В конце 2015 года определили победителя. Им стала группа строительных компаний ВИЗ. Сегодня общий его портфель контрактов превышает 385 миллиардов рублей. Для нашей группы это далеко не первый такой большой проект. Если говорить о государственном частном партнерстве, то уже построено 6 дошкольных образовательных учреждений на Ямале. В Сургуте строится крупнейший в России перинатальный центр на 10 тысяч родов в год. Поэтому есть уже богатый опыт и есть уверенность в том, что все будет выполнено в срок. Общий объем инвестиций в проекты, реализующиеся на территории республики, составит 11 миллиардов рублей. Строительство поможет решить вопрос дальнейшей ликвидации очередей в детские сады и перехода на односменные обучения в школах. Отметим, что строить будут и в отдаленных населенных пунктах, таких как Соскалах, Среднеколымск, Черский, Батагай. В связи со сложной транспортной схемой существует риск того, что могут затянуться сроки строительства. Но мы проводим тщательную работу по мониторингу, исполнению пунктов соглашения частных партнеров. Это наши республиканские застройщики. Поэтому на сегодняшний день у нас таких рисков на территории не существует. Кроме того, за частным партнером закрепляются карантинные обязательства. Иначе говоря, в течение 10 лет после начала эксплуатации застройщик будет нести ответственность за состояние здания, проводить текущие капитальные ремонты. Сарглана Захарова, Андрей Рукавишников, Мирослав Бочкарев, НВК САХА, Якутск.